Культпоход Приняли решение, что сегодня мы Слушателей наших не будем мучить Сложными вопросами Мы призы будем раздавать тем Кто будет звонить нам И поздравлять прекрасных женщин С наступающим международным женским днём Без этого не бывает Уже женщина в нашем эфире Мимо тёчиного дома я без шуток не хожу Хорошо, список призов мы чуть позже озвучим Позже, конечно, озвучим, но я думаю, что раз у нас впереди Женский праздник, то лучший подарок Для наших женщин, когда в студию приходит Настоящий мужчина С настоящим мужским голосом Который может петь прекрасные Настоящие мужские песни И поздравляет женщин в гостях У нас сегодня Александр Дмитриев Автор, исполнитель Александр, добрый день Добрый день, дорогие слушатели Радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове Я автор, исполнитель Александр Дмитриев Поздравляю всех женщин нашего города С наступающим 8 марта Прекрасно Александр, ну что, несколько слов о себе Вы первые у нас Да, я впервые здесь в студии Ну, могу сказать и себе, что я коренной ветчанин Здесь я родился и вырос Люблю свой город Люблю и уважаю людей, которые здесь живут Сочинять песни я начал недавно После 40 лет А сколько вам сейчас? 42 42, то есть совсем недавно Ну, совсем недавно, да Вот, с детства люблю авторскую песню Много слушал Сам пел под гитару песни из репертуара Моих любимых авторов Висбора, Высоцкого, Дольского Булата, Джавы Ну и, видимо, какое-то внутреннее творчество Проходило в моей душе Захотелось что-то создать самому Что из этого получилось, Вы сегодня услышите У нас будет возможность, Александр нам несколько своих композиций исполнить Да, конечно Я не являюсь профессиональным музыкантом Авторской песни – мое хобби Основная моя работа – строительная фирма «Стэн» На гитаре учились играть или ученые сами? Мой друг и музыкальный руководитель Вот совершенно недавно, года два назад Пересадил на меня в совершенно другой строй гитарный Open G он называется Это строй, на котором играют блюз Александр Зинбаум играет в этом строе А с 14 лет я на обычной гитаре играл Ну, то есть самоучка получается Да, да, да А о чем? Вот я понимаю, как бы я Вы сказали, я люблю свой город Да, да, я люблю свой город Я пишу о том, что меня волнует сегодня Это история нашей страны Дорогих мне людей Какие-то яркие события Целый цикл песен получился о врачах Есть песни о моем учителе Физкультуры Физкультуры? Физкультуры, да Любимый учитель был в школе? Марьяныч, да, сильный очень был А вы в какой школе учились? До сих пор я в 59-й школе учился 59-й на дружбе Несколько песен о нашем городе есть Почему-то даже песню о Ельце не написал Хорошую? С каким смыслом? Объективную Объективную То есть совершенно разная получается песня, да? А вот как-то вот, ну, вы же записываетесь, да, вот, будучи, вот скажем, не профессионалом Как вообще вот в этот мир вы проходите, да, попадаете? Огромную помощь в записи песен я получаю от моего друга и музыкального руководителя Ярослава Калинина В его студии мы записали первый диск мой, который называется «Эх, судьба река» Давно записали? Ну, вот примерно год с небольшим назад Год с небольшим назад, да Первой песней, которую я написал, является песня «Эх, судьба река» Эта песня была написана в противовес сегодняшним новомодным тенденциям о хайне нашего города Ее я первый раз публично исполнил в прошлом году на дне города Так это я понял, судьба река, это все-таки вятка Конечно Это вятка, да, вот судя по контексту, да А у нас сегодня будет возможность ее послушать, да, эту песню? Нет? Вторая песня из этой же серии, она более конкретна Она описывает мои чувства, которые я испытываю, подъезжая в наш город после длительного отсутствия Песня называется «Душевный город мой» А вот ее мы послушаем Ну что ж, давайте Давайте, да Давайте, где у нас звукоператор? Сейчас мы попросим звукорежиссера, Артема нашего нам помочь Из всех ночных дорог люблю одну Когда под утро за рулем я засыпаю И попадая в город к разворотному кольцу По производственной нащерса выезжаю И радость этой встречи все чаще вспоминаю Когда из вятки я надолго уезжаю Но знаю, что всегда к себе вернусь домой я Душевный город мой Нет без тебя покоя Здесь старенькие базики безжалостно чадят И коммунальные проблемы будут вечной И на филейке гопники привычно так шалят А парочки уходят в парк заречный Мы все бывали в Герцанге И часто допоздна Сидели в корпусах библиотеки И Витберга задумка Здесь создана была Да в память нам об этом человеке Я расскажу о том, какие усадьбы мы утратили Какие приобрели Какие федеральные Мне каждый раз не Так, ну мы немножечко, немножечко, да Подсократили эту песню Я думаю, что в полном варианте ее можно будет услышать На концертах Александра Мы расскажем, да Где Александра вас можно будет услышать Вот, слушайте, ну вот с одной стороны Такой лиричный совершенно мотив С другой стороны гопники, кинофилейки Вечные коммунальные проблемы Ну да, коммунальные проблемы будут вечные Это немножко так, знаете Ну как-то пессимистично Пессимистично прозвучало, да Сразу же захотелось из Кирова уехать Я вам честно скажу У вас было такое желание? Нет Никогда А вы, да, поете, что когда уезжаю надолго Вы как-то по делам уезжаете, бывает Или в отпуск Да, я по делам Командировку Учеба Понятно А вот кроме музыки, что ли, я не знаю Как-то вот чем жизнь полна Я увлекаюсь историей Это еще одно мое хобби Читаю много специфической литературы В основном это мемуары Ключевых исторических деятелей, личностей Именно там я нахожу то, что, как считаю, нельзя ни в одном архиве найти Это дух времени Любимыми моими темами для изучения являются период гражданской войны Период массовых сталинских репрессий И начальный период Второй мировой войны Я имел честь быть знаком с многими людьми Которые мне передали достоверную информацию Это ученые? Нет Или это очевидцы? Это очевидцы, да Это очевидцы Много информации от своего деда получил У которого мой прадед был Много тоже рассказал про гражданскую войну Как что проходило А прадед ваш и дед, вот корни тоже вятские, да? Значит, по линии, про которые я говорю Дмитрий Владимирович из Златоуста, из города А, то есть это Урал Это Урал, да И вот дед переехал сюда В период войны Таким образом Но когда я накопил необходимое количество информации И эмоций в себе То написал несколько песен про это Одна из них Старокалужское шоссе Это песня о ранее секретном спецобъекте НКВД Комунарка Где были убиты и сброшены в ямы Тысячи наших сограждан Учителей, врачей, священников, военных Я был там несколько раз на экскурсии И пытался представить, через что прошли эти люди Написал песню, которую назвал Старокалужское шоссе Ну Комунарка, это Московская область, да? Да, это 7 километров от МКАДа Вот А экскурсии, вы говорите, проводятся То есть вот если наши кировчане захотят туда попасть Конечно, попадут Это возможно, да? То есть можно найти в интернете и съездить туда Ну давайте мы песню Старокалужское шоссе тоже послушаем Послушаем, да Хотя у нас, как ни странно, есть телефонный звонок, Анна Уже есть звонок Вот я только не понял, да, от кого Мы вроде еще не объявляли ни список призов, ничего Ну давайте послушаем коротко звонящего Так, потом сделаем перерыв И потом послушаем песню А потом послушаем песню Хорошо, добрый день Здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Вера Да Я очень хочу поздравить талантливую женщину нашего города Кирова Мы поклонники ее таланта Это режиссер нашего телевидения Татьяна Алексеевна Хализова Ее очень давно передач не было Вот на той неделе мы всей семьей посмотрели Репортаж «Живая память» Вот буквально все плакали от того, как она тонко понимает жизнь каждого человека Мы желаем ей долгой-долгой счастливой жизни и творческих успехов А я думаю, призы никак мы с ней не знакомы, никак с ней не передать Просто пускай она будет счастливой и долго-долго работает Я думаю, что мы присоединяемся к вашим поздравлениям Татьяну Алексеевну Мы все очень любим и ценим Спасибо большое На самом деле прекрасный режиссер, прекрасный человек А вот призов, видимо, не надо Это выбор, слушайте Тогда мы уйдем на перерывчик, а потом послушаем песню Давайте полминуты и мы вернемся Продолжается программа «Культ поход» Напомню, что в студии у нас автор-исполнитель Александр Дмитриев Вот как раз перед буквально перерывом мы поговорили о его песне Под названием «Старокалужское шоссе» Но я думаю, сейчас мы просто должны ее послушать Сейчас нам звукорежиссер поставит У нас Вот Старокалужское шоссе Дубы склонились вековые Из жутких шелестых листвы Понес меня в сороковые Винтовок, залпы, лай, собак Этапы ночью из столицы Здесь бесполезно горевать И остается лишь молиться За расстрельным забором Лишь дубы до березы Помнят шепот молитв Кровь, страдания и слезы Их могилы нечетко Обозначены рвом Здесь лежит и священник И железный нарком Кто беспощаден был и крут Когда делил вершину власти Сегодня стал он просто труп Из князей в грязь Он в одночасье Здесь те, кто хлопали в ладоши Когда вели на смерть других Но много здесь людей хороших Для многих близких дорогих Их полоскали на собраниях Срывали с горнем ордена Из-за хмелевшей от крови Притихла в страхе вся страна Был миг в ежовых рукавицах Да, мы немножечко тоже так вот свернули Но, честно говоря, по настроению, конечно, Александр Непраздничный Непраздничный Несопоставимо с первой нашей песней Да, которая хоть и тоже такая лиричная Но это вот просто задуматься заставляет Ну, в принципе, про спецобъект Коммунарк Много информации в интернете, да, можно посмотреть Там несколько тысяч человек, насколько я понимаю, захоронено, да И действительно, совершенно верно Вы поете о том, что это люди, которые и попали вот в этот вот молок Да, обычные люди И люди, которые сами участвовали в репрессиях И потом попали под этот же каток Вот То же самое, да Не просто сейчас Я даже не знаю, как переключиться Да нет, собственно говоря, мы пока не будем переключаться Я думаю, что смотри, вот мы еще такие песни включаем до конца, Александр Вот где можно вот послушать вас либо живьем, либо где можно вот встретиться Где дослушать можно Регулярно я провожу концерты в отеле «Классик» на «МОПР-67» Сейчас готовлюсь к концерту в кукольном театре В театре «Кукол» хороший зал такой зрительный Да, о дате и времени впоследствии сообщу на своей страничке ВКонтакте А страничка ВКонтакте как называется? Страничка моя Александр Дмитриев, 42 года, фотографии, где я с гитарой И есть группа ВКонтакте, она называется «Автор-исполнитель Александр Дмитриев» То есть и там, и там можно найти анонс Можно анонс найти и послушать Да, конечно, конечно А вот в отеле «Классик» вы поступаете, вот как попасть на этот концерт, если вы там? Как-то анонсируется? Обычно я приглашаю своих друзей, где-то вот знакомых Зал примерно вмещает 60 человек, чтобы комфортно было У вас много друзей Ясно все Вот, ну что, мы теперь можем спокойной душой перейти к розыгрышу призов А потом еще мы послушаем, наверное, еще одну песню от Александра, да? Я думаю, что эту песню от Александра мы, наверное, так вот в финале нашей программы поставим Дадим Александру немножечко отдохнуть сейчас Озвучим список призов и побеседуем с нашими слушателями Дадим им, наконец, возможность выиграть призы для своих близких в том числе Итак, что мы сегодня разыгрываем Да, драматический театр, 16 марта, в 5 часов Обед из трех блюд, плюс салат со скандалом, ограничение 16 плюс А на следующий день, 17 марта, в 5 часов вечера Дядюшкин сон, музыкальная комедия, в двух действиях, 12 плюс ограничение Театр нас с Паской, 9 марта, послезавтра, в 18 часов Обыкновенное чудо, ограничение 16 плюс Ну, это Шварц все знает, да, обыкновенное чудо Мне кажется, прекрасная совершенно история про любовь Вот в празднике, приуроченной к 8 марта Это очень своевременный спектакль Самый хороший спектакль Билеты на любой фильм В кинотеатр смена, но это уже традиционные наши призы Пригласительная выставка Очень зал Вятского художественного музея Интерактивная выставка Ван Гог Живые полотна, ограничение 0 плюс Нам рассказывали наши гости о том, что ребята приходят совсем маленькие Из детского садика, вот ребята, то есть годика 4-5 Приходят и тоже с интересом слушают Про Ван Гога Пригласительная в галерею прогресса Там сразу две выставки Первая из них называется «Вятка в лицах», вторая «Вятка в дымке времен» Об этих выставках много раз рассказывали Ограничение 0 плюс Книги от магазина «Читай город» Сегодня у нас возможность для вас слушать Такую интересную литературу собрать Ну, во-первых, чудеса случаются Позитивные истории из жизни Миллион лайков Добрая и светлая книга, повествующая О реальных жизненных ситуациях и судьбах И о том, что в жизни всегда есть место для понимания, надежды и любви Прекрасная книга к 8 марта Замечательный подарок Ограничение 16 плюс Джон Грант Не верю, как увидеть правду в море дезинформации Вообще суперактуальная книга, мне кажется И не буду долго про нее говорить Особенно учитывая то, что Госдума приняла Такие законы о борьбе с фейками А вот здесь прямо как самому этот фейк распознать Ограничение 12 плюс Майкл Беннетт и Сара Беннетт Забей на любовь Очень хорошая К 8 марта хорошая Противоположная книга К 8 марта, да Миллиону лайков Руководство по рациональному выбору партнеров Полезная и профессиональная книга Поможет каждому одинокому человеку Обрести уверенность, равновесие и счастье 16 плюс И, наконец, Ляля Кандаурова Полчаса музыки Как понятие полюбить классику Это книга известнейшего музыканта-электора Она посвящена основным музыкальным проблемам и жанрам 16 плюс Я думаю, красивая очень книга Вот, честно говоря Я всякий раз на нее гляжу и жалею о том, что я сижу здесь А не с той стороны эфира Не могу ее выиграть Ну и, конечно, у нас есть еще что У нас еще билеты в филармонию Ну вот, они увязаны, собственно говоря С Лялей Кандауровой Да, как понятие полюбить классику 15 марта в 6 часов вечера Концерт Вятского камерного оркестра Возвышенное и земное Программа концерта посвящена творчеству Иоганна Себастьяна Баха И приурочена ко дню рождения великого композитора Дирижер Константин Маслюк Константин Маслюк, кстати, будет у нас в конце месяца в эфире Ограничение 12 плюс Вот, пожалуйста Вот такой вот список призов Ну что, задание мы дали А у нас уже есть даже опять желающие Анна, принимайте звонок Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Александр Александр, мы сегодня поздравления принимаем Да, да, да Хочу поздравить свою любимую жену Надежду Надежда вас по голосу узнает? Конечно Так Всех ей благ, улыбок, здоровья, счастья, любви неземной И всех женщин Также поздравляю с 8 марта А им чего пожелаете? Всем остальным? Того же Того же Так что Анна, тебе тоже любви неземной Александр, будете ли вы читать стихи Или, может быть, петь песню? Ой, нет Нет, нет, нет Ну, хорошо Хорошо Хорошо, Александр, что бы вы хотели получить за это прекрасное поздравление? Давайте с редактором пообщаемся Не буду мешать Хорошо 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 Переключаем вас на редактор Редактор, я думаю, после того, как Александр назовет приз Нам как-нибудь дознать о том, чего мы уже лишились Какого приза Но мы продолжаем принимать звонки от слушателей 211-101 Пожалуйста, звоните Я напомню, что сегодня мы не задаем вам вопросы Мы не заставляем вас угадывать или искать в интернете Мы просто ждем ваших поздравлений Ваших поздравлений с близким Вы можете прочитать стихотворение Можете просто своими словами поздравить кого-то Любимую женщину, любимую жену Да всех червячанов поздравить Либо, ну, всех вообще это как-то неинтересно Лучше, когда все-таки поздравляют Ну, хорошо Конкретно, да Можно конкретно и всех остальных Любимую маму, любимую бабушку, любимую дочку, в конце концов, да То есть вот такого рода звонки мы сегодня принимаем Список призов мы озвучили И как бы с удовольствием ждем ваших звонков 211-101, я напоминаю У нас есть звонок Добрый день Добрый день Добрый день Алло Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Николай Я хочу поздравить сегодня Это праздник 8 марта Всех своих знакомых А также всех женщин города Кирова Так Что пожелаем всем женщинам? Ну, а желаю им Быть счастливыми всех Будьте нежными, яркими И очень красивыми Весеннего тепла и настроения Крепкого здоровья и успеха в работе С уважением, Николай Так, Николай, это отлично Будете ли вы петь или читать стихотворение, возможно? Ну, два, я в литера Я еще раз позвоню вам Так Следующий раз Следующий раз Ну, ладно, хорошо Хорошо, Николай Что вы выбрать хотите? Какой приз? Да я хотел бы Филармонию Без проблем Мы бы хотели билеты Филармонию Отлично Не отключайтесь, пожалуйста Сейчас редактор Вашу фамилию Номер телефончика Запишет А после эфира Я вам объясню Каким образом Вы ваш приз Сможете получить Продолжаем принимать Звонки и поздравления 211-101 Слушатели, пожалуйста Звоните Я думаю, что Есть у нас что сказать Ну, вот удивительное дело Николай, знаете Я обратила внимание У нас, когда бывают Такие вот творческие задания Прочитать стихотворение Исполнить песню У нас Часто слушатели наши звонят Исполняют песню Или читают стихи Но чаще всего это бывает женщины А вот сегодня почему-то дамы не звонят Но я думаю, что может быть Это временное явление Нет, ну, во-первых, у нас первая позвонившая была женщина Самая Да Она поздравила А во-вторых, сегодня все-таки у женщин праздник Мне кажется, они больше как-то расположены Принимать сегодня поздравления Да, слушать пожелания Получать подарки Это нормально Наверное, так и должно быть Ну, хорошо Вот с точки зрения, да? Посмотрим, насколько активными наши мужчины окажутся Посмотрим, насколько активными окажутся наши мужчины Филармония у нас была Я напоминаю, что у нас Прекрасные совершенно спектакли в театрах Театр у нас Пасха Обыкновенное чудо послезавтра Драматический театр Обед из трех блюд Это комедия Дядю Шкинсон Тоже музыкальная комедия Это вот следующие выходные Так что время есть собраться И прекрасный совершенно подарок, между прочим Билеты, да, билеты в кинотеатр Тоже, кстати, прекрасный подарок Восьмого марта Пригласить женщин на какой-нибудь прекрасный фильм Почему же нет? Вот Сходить в галерею прогресса Или просто подарить Книга всегда была лучше В конце концов, три выходных впереди Есть у нас звонок Добрый день Алло, здравствуйте, это Светлана Здравствуйте, Светлана А вот это Светлана, я знаю, любит песни Хочу поздравить всех женщин с праздником И все, что ли, Светлана? Нет А песенку спеть? Дальше буду, ага Давайте Снимите мои поздравления Международный женский день Пусть будет ваше настроение Всегда цветущим, как сирень Пусть будет жизнь прекрасна ваша И дети счастливы всегда Пусть дом ваш будет полной чашей Удачи, счастья и добра Отлично Вы, как всегда, на высоте Будете ли вы, Светлана, исполнять песню? Песню? Да, я помню Какую песню? Хорошо, не будем петь песню У нас сегодня песни поет Александр Дмитриев Наш гость Хорошо Светлана, какой приз вы выбираете? Какой приз выбираете? Слышала, да Алло Светлана, какой приз выбираете? Прис выбирайте, пожалуйста Смена-то свободная ли? Свободная Для вас смена всегда свободна Ага, я в смену выбираю Отлично, Светлана Записываем билетики за вами Но вы, человек опытный, знаете Как приз забирать у нас в редакции Либо сегодня, либо на следующей неделе Пожалуйста, с 10 до 6 приходите Тем более, что билеты без даты, без ограничения Да, и на любой фильм и сеанс Мы напоминаем Принимаем по-прежнему ваше поздравление Поздравление с Международным женским днем Для всех женщин города Кирова Или, может быть, для кого-то конкретного Но уже через полторы минутки После небольшой рекламы Немного рекламы Культ Поход Мы продолжаем программу Культ Поход В студии по-прежнему Анна Лапшина И Николай Голиков И в гостях у нас автор-исполнитель Александр Дмитриев Мы сегодня много с Александром говорили И я думаю, что еще поговорим, конечно, обязательно И главное, еще послушаем еще одну его песню Которая у нас уже записана и готова А пока мы продолжим разговор с нашими слушателями Напомню, что сегодня мы сложных вопросов не сдаем Просто просим вас позвонить и поздравить В прозаической, стихотворной, либо песенной форме Женщин всех, либо конкретных С наступающим прекрасным весенним праздником Вот у нас есть позвонивший Добрый день Здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Надежда Надежда Хотела бы поздравить свою маму, свою дочь Яну Лапшину Спасибо А также всех женщин Кирова Так, будем ли мы, Надежда, читать стихи или петь Да, да Давайте Милые женщины, будьте любимыми Нежными, яркими, очень красивыми Вы настоящие, невероятные Хочется много дарить вам приятного Отлично, спасибо Нам тоже хочется вам что-нибудь приятное подарить Вот только мы не знаем, именно что бы вы выбрали Давайте билеты на 16 марта На 16 марта? Обед из трех блюд? Да Плюс салат со скандалом? Хорошо, Надежда, мы записываем за вами этот билетик Вы можете зайти за ним сегодня Ну или на следующей неделе, потому что время еще есть Так что обед из трех блюд уже ваш Ну что, у нас осталось уже несколько меньше призов, получается Так-то, драматический театр у нас кончился весь Ну, судя по тому, что, да, судя по тому, что написано, что выбрал у нас Слушайте Драматический театр кончился Обыкновенное чудо Да, обыкновенное чудо Убивительное дело, прекрасный спектакль Главное, так, совпадающий, в общем, с атмосферой вот этого праздника Вообще этих дней Тут же еще не только 8 марта, тут же еще и Масленица гулять будет Кстати, удивительное дело совпадает, да Вот и Масленичные выходные, а потом сразу же Великий пост, как я понимаю Ну, это уж к этому пора привыкнуть сюда, но так и есть Как бы не все коту Масленица Хорошо, хорошо Мы ждем звонков 211-101 Напоминаем, что призов у нас еще много Есть еще пригласительный выставочный зал Двятского художественного музея На замечательную интерактивную выставку «Ван Гог. Живые полотна. Ограничение 0+.» И есть у нас уже слушатель, который желает поздравить всех женщин города Кирова, я надеюсь, и, возможно, кого-то конкретно А может быть, конкретно тебя, Анечка? Не знаю Ну, сейчас посмотрим, услышим Да, добрый день Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Нина Николаевна Да, Нина Николаевна Я поздравляю свою дочку Наташу и внучку Алиночку с наступающим праздником И хочется от всего сердца поздравить вас, Светлана Пожелать всего самого хорошего Я довольна вашими передачами и слушаю их с удовольствием Спасибо большое, Нина Николаевна, да, за поздравления в адрес нашей редакции в том числе Будете ли вы читать стихотворение или исполнять песню? Давайте С праздником, бабушки, мамы, сестренки, тети, подружки и просто девчонки Будьте всегда, как сегодня, счастливыми, местными, добрыми и очень красивыми Солнышко пусть вам всегда улыбается Ваши мечты пусть скорее сбываются Ну, а себе и хочу пожелать радовать вас и во всем помогать Спасибо Пожалуйста, трубочку сейчас не кладите Редактор вам объяснит, как вы книгу можете забрать Ну что мы, продолжаем наш У нас есть, вот мне кажется, есть, давайте, Николай, оставим еще 4 минуты, да, вот на розыгрыш призов И потом мы должны будем с Александром, нашим гостем, наверное, тоже какие-то поздравительные слова сказать И песни еще Александр исполнит нам для кировчанок вот в преддверии Международного женского дня Но пока мы продолжаем ждать ваши звонки, звоните, пожалуйста, у вас есть прекрасная возможность в прямом эфире поздравить своего любимого человека, свою любимую женщину, там, дочь, внучку, вот как выяснилось Я как-то забыл про эту категорию Коллег по работе, между прочим Коллег по работе, между прочим, почему нет? 211 И не просто поздравить, еще получить за это приятный маленький подарок У нас, я напомню, да, помимо театра «Нас Паской», где будет обыкновенное чудо, 9 марта, прекрасный спектакль, ограничение 16+, Есть интерактивная выставка в выставочном зале Вятского художественного музея Есть прекрасные две совершенно выставки, связанные с Вяткой в галерее Прогресса Замечательные, интересные, тоже ограничения 0+, Есть еще книги, поэтому, пожалуйста, книга «Лучший подарок» говорится, да? Книга «Лучший подарок», тем более книга Майкла Беннета и Сары Беннета «Забей на любовь», к сожалению, да Перед 8 марта, я не знаю, что скажет женщина, если мужчина подарит ей такую книгу «Забей на любовь» Есть у нас звонок, слушатель, да, добрый день Добрый день Как вас зовут? Светлана Светлана, так, Светлана, кого будем поздравлять? Буду поздравлять своих коллег, своих подруг Их много? Их много, Татьяна, Оля, еще одна Татьяна, боюсь, что всех не перечислю Хорошо, что пожелаете? Я пожелаю им и всем остальным, женщинам, милые, не будь письмурными, улыбайтесь, это так приятно видеть вас счастливыми Так, будем ли мы с вами песню петь? Ну, попробуем, я, к сожалению, не с первой минуты с вами вдруг пели Ах, как без вас прожить, а ну скажи, скажи Без вас-то мы куда, да просто никуда Недаром все века их носят на руках И мы опять готовы руки подставлять Да, была такая песенка у группы «Цветы» давным-давно Сочнил я, кстати, Михаил Ножкин Вот, прекрасно Что ж, Светлана, что вы выбираете? Ну, если на 8 марта есть еще билеты, то туда, в филармонию Нет, на 8 марта в филармонию мы не разыгрывали билет У нас был билет в филармонию на 15 число И он, к сожалению, уже выбыл из списка призов Давай я к редактору пойду? У нас есть на 9 марта совершенно замечательный спектакль «Обыкновенное чудо» в Театре на Спасской Очень, как нам кажется, подходящий к празднику 8 марта Ну, давайте, да Хорошо, выбираем Обыкновенное чудо Все, Светлана, за вами записываю этот билет Благодарим всех наших слушателей, кто успел прорваться в наш эфир Да, и попросим больше не прорваться, потому что мы уже больше ничего разыгрывать не будем И потихонечку завершаем с нашим гостем Александром Дмитриевым У нас есть возможность Он немножко у нас заскучал, я смотрю так Сказать поздравительные слова нашему гостю И поздравить всех кировчанок и песню еще исполнить нам надо От всей души я поздравляю всех женщин нашего города с 8 марта Для вас песня в новом для меня лирическом стиле, она называется «Ты и я» Хорошо Попросим нашего звукорежиссера поставить эту песню Новый лирический стиль Если успеем, Александр нам, может быть, еще объяснит Бросает в жар Пусть в пламенных объятьях я сгорю В груди пожар Как сильно я тебя боготворю Остывший чай Ведь думаю давно я о тебе Ты не скучай А лишь отдайся своднице судьбе Лишь ты, да я, лишь ты, да я В твоих объятьях нежных словно таю я Тебя дождусь, во сне коснусь И пусть в любви растает моя скука, грусть Стена невзгод давно уже осталась позади Запретный плод отведавших сурово не суди И прежних лет ошибок позабытых тяжкий груз За мной во след Шагает мерно в ногу, ну и пусть Лишь ты, да я, лишь ты, да я Ну вот такая лирическая песня Которую мы завершаем наш эфир с гостем Автором-исполнителем Александром Дмитриевым Александр сказал в новом для себя жанре Я так понимаю, что это такая вот Ну для него может быть, не знаю Такое новое направление в работе Я напоминаю слушателям нашим Где Александра и его исполнение можно услышать Это отель классик на МОПР-67 Это предстоящий концерт в Театре кукол И, конечно, все песни Александра Вы можете услышать на страничках ВКонтакте Автор-исполнитель Александра Дмитриев И Александр Дмитриев Вот с фотографией У нас видео будет в сегодняшней программе Выложено, Николай, на сайте Да, я думаю, что слушатели наши Кто Александра еще в лицо не знает Может посмотреть Ну что? Благодарим нашего гостя Поздравляем всех наших женщин С наступающим праздником Ну, Анна, я хотел сам, ну ладно Ну, простите, пожалуйста Я тебя хотел еще поздравить Ну, девчонки, все с праздником Чтоб все было здорово И завтра, и вообще все у вас в жизни Спасибо, Александр До новых встреч На этом наш культпоход завершен До свидания Культпоход Культпоход Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!